Привет всем ребята, с вами Хомиш и сегодня я бы хотел продолжить свой рассказ про советские ПТ-САУ, которые еще не были введены в игру и наш герой будет СУ-152П. Это у нас ПТ-шка очень похожая на предыдущие на СУ-152Г и на СУ-100П, только это у нас более интересный экземпляр, располагаться он будет на восьмом уровне и это опять же будет полностью стеклянная ПТ-шка с отличным орудием. Первое что у нас имеется из характеристик это конечно же прочность, 1050-1090 единиц, нормальный показатель, больше чем у СУ-101 и по сути столько же сколько и у СУ-152, это вполне себе хорошо. Масса 28,5 тонн, при этом двигатель стоковый будет 400 лошадиных сил, такой же как и у предыдущих ПТ-шек и вполне возможно что добавят топовый на 450-480 лошадиных сил. Что нам будет давать в стоке примерно 16 или 14 лошадиных сил на тонну, а топовый уже будет более хороший и это уже будет у нас около 18 лошадиных сил на тонну, это будет уже довольно таки хорошо. Ну может немножко ошибся в цифрах, но это не самое главное. Максимальная скорость будет шикарная, просто 55-65 км в час тоже очень хорошо, то есть динамика будет шикарная прям вообще. Скорость порта шасси 26-30 градусов в секунду, не самый лучший показатель, но нормально. При таком небольшом показателе зато сведение при повороте не будет сильно сбиваться, это хорошо. Еще будет отличная проходимость у ПТ-шки, действительно хорошая. Ну и бронирование корпуса, по сути абсолютный картон, 25 мм во лбу, 25 мм в бортах и 15 в корме. Абсолютный картон, арта пробивать будет, но при этом большие гусли и очень часто, я думаю, они будут впитывать урон от той же арты и орудия большое и длинное. Рубка 15 мм, еще картоннее. Орудие здесь это главный плюс, 152 мм М53, это было шикарнейшее орудие с прекрасным дульным тормозом по принципу 263 объекта. Очень качественный дульный тормоз. И у этого орудия что будет? Альфа 750 единиц урона. Прекрасная альфа. И пробитие будет где-то у ББшек 245-250 единиц. Конечно, хуже чем у ИСУ, хуже чем у БЛ-10, но вполне себе нормально. У голды будет пробитие 310-320. С этим проблем не будет. Если будешь попадать к десяткам, то, конечно, ставил голду и пробиваешь всех без проблем. Фугасы тоже хорошие. 960 единиц урона. 88 бронепробиваемости. Довольно-таки хорошие. Такие же, по сути, как и у СУ-8 на топом орудии и прочее. Разброс на 100 метров 0.34. Хороший показатель. Отличная точность. Мне нравится. И сведение тоже довольно-таки быстрое. 2,5 секунды, 2,8 секунды. Хороший показатель, как по мне. И скорострельность что-то в районе 4,7-5 выстрелов в минуту. То есть, КД где-то 10 секунд будет с досылателем и с остальными 100% экипажами и тому прочим. Ну и, конечно же, будет из-за открытой рубки отличный разброс. Отличный, точнее, обзор. Извиняюсь за оговорочку. 400 метров. Ну а так, ребят. С вами был Хомиш. Сегодня я вам рассказал за СУ-152П. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Удачных вам боев. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok